друзья всем привет я приступаю к сборке ну правильно его назвать кокпита но я буду по старой привычке называть его просто салоном в общем приступаю к сборке салона и сразу скажу что мне пришлось это видео разделить на две части иначе она получится очень длинным там много всяческих деталей которые я хочу показать и вы просто уснете перед своими экранами я этого не хочу поэтому видео будет разделено на две части прежде всего все детали салона нужно загрунтовать и покрасить но скажу что до этапа грунтовки первоначальным этапом была достаточно обширная работа с фото травлением поскольку я использую набор дополнений от хобби дизайн который содержит очень много дополнений для салона поэтому прежде чем все это дело грунтовать я собрал некоторые мелкие детали которые будут потом добавлены в салон не хочу показывать подробно всю вот эту вот работу потому что она занимает очень много времени очень кропотливое занятие и это может растянуться на несколько полнометражных фильмов вот поэтому вкратце вот так вот сейчас покажу примерно что происходило и думаю этого будет достаточно чтобы у вас появилось представление как это все делается если вы хотите более подробное видео по работе с фототравлением напишите в комментариях я его сделаю поскольку я фототравление использую в каждой своей модели и я выберу какую-нибудь часть которую можно показать подробно там чтобы было и сгибание и что-то склеивать пришлось и разные мелкие винтики и болтики в общем выберу что-то такое и сделаю пишите в комментариях если хотите это все увидеть и и и и и и и и и А я тем временем уже практически все детали загрунтовал И в данном случае я пользуюсь двухкомпонентной серой грунтовкой от компании SplashPaints Выбрал я ее в данном случае, потому что помимо пластиковых деталей Здесь нужно грунтовать много фототравления А двухкомпонентная грунтовка прекрасно на нем держится И можно не бояться, что она отвалится в процессе работы с покрашенным фототравлением Дальше я крашу все детали салона И поскольку салон гоночного автомобиля не отличается разнообразием цветов В данном случае большинство деталей будет черное И основной цвет ванны салона будет серебром Поэтому сначала я крашу все необходимые детали в черный полуглянцевый цвет Салон гоночного автомобиля Салон гоночного образования потому что большая часть этой детали должна быть покрашена в серебро Субтитры создавал DimaTorzok Сиденья и другие детали, которые я планировал покрывать карбоновыми дикалями я крашу в цвет Gunmetal от компании Splash Paints Правда, с сиденьем я впоследствии передумал, я не стал покрывать его карбоном Как я уже говорил ранее, на момент сборки салона мои карбоновые запасы подходили к концу и я просто пожалел такой большой кусок карбона и поскольку салон у этой машины закрыт и двери не открываются я решил оставить просто в цвете Gunmetal и в общем-то получилось тоже неплохо Субтитры создавал DimaTorzok Внутренняя часть сиденья на прототипе покрыта каким-то материалом, похожим на поролон или неопрен поэтому я просто покрасил его в черный матовый цвет Единственная красная деталь салона, ради которой мне пришлось заряжать вайрон и фотограф пару капель красной краски это вот такая предохранительная скоба для тумблера Торпеда у данного автомобиля должна быть двухцветная и поэтому, замаскировав необходимые участки, я покрываю ее темно-серым цветом если я не ошибаюсь, это был Джоман Грей да, вроде бы это он тут, честно говоря, не знаю, о чем я думал, когда накладывал маски потому что по какой-то неведомой причине я не замаскировал черные детали на полу которые должны остаться черными и закрасил все серебром в принципе, ничего страшного в этом нет просто мне потом пришлось эти детали закрасить кистью опять-таки, вернув им черный цвет сцепляет я смею и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда детали салона высохли, настало время карбона Его в интерьере этого автомобиля очень много и провозился я с ним очень долгое время А вам, соответственно, покажу краткую версию всего этого действия Карбон я делал по стандартной технологии Вырезание масок из маскировочной ленты, перенос их на карбон И далее оклеивание этими карбоновыми кусочками элементов интерьера Я знаю, что для этой модели существует набор карбоновых декалей готовых Но я решил его не использовать Во-первых, потому что там есть не все элементы, которые я хотел сделать в карбоне И во-вторых, этот набор стоит как половина модели Поэтому я просто пошел стандартным путем и сделал декали сам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...